Окей, я не чувствую вас Извините, телефон у тебя отключен, да? Да Все хорошо Прямо как в театре Ну все Начинается Здравствуйте, друзья, меня зовут Турана И я являюсь основателем онлайн-школы Турана Инглиш Сегодня мы приехали к Нине Бойер Нина это наша клиентка Она является учредителем юридического бюро А также действующим экспертом-юристом Давайте пройдем и познакомимся поближе с ее бюро И с тем, как она находит время на английский Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Нина Привет, Лана Как я рада тебя видеть Я тоже очень рада Мне кажется, я в каждом видео своем говорю Как же я рада тебя видеть Но это правда так Я очень рада Наверное, ты встречаешься, наверное, с людьми, которых ты рада видеть Особенно снимаю их в интервью, знаешь ли Начала встречаться Дорогая, я очень хочу тебя представить Сейчас я буду брать интервью у Нины Бойер Нина является адвокатом и учредителем юридического бюро Нина, расскажи, пожалуйста, как тебя судьба свела с правом? Честно, в 96-м году можно было выбирать между бухгалтером, юристом и проституткой С проституцией не пошло Я поняла, я поняла какой ты пульсов, спасибо тебе за это, ведь это интервью теперь имеет место быть Да Так будто ты представляешь, какая бы я была скандальная интервьюерша Хорошо, а скажи, пожалуйста, получается уже больше 20 лет ты этим занимаешься? Из 96-го года Ну, согласно моим нехитрым математическим расчетам, это больше 20 лет? Больше, да Хорошо, что тебя держит здесь? Что тебя в этом держит? Ну, прям, скажем, ничего особо больше я не умею, проституция так и не идет Поэтому, к сожалению, приходится заниматься второй длиннейшей профессией Не, ну, на самом деле, конечно, я люблю свою работу, очень Хорошо, расскажи, зачем вы специализируетесь, в чем ваша основная фишка? Есть ли таковое или же вы работаете? Конечно, есть, это бизнес-одвокатура, сопровождение бизнеса, вся их начиная от создания, структурирования, инвестиций, получения финансирования, дальнейшее сопровождение текущей деятельности компаний, ну и до их естественной либо принудительной гибели Угу, я поняла А при чем тут английский? То есть, английский, он, это неотъемлемая часть, вот, эксперта, юриста, да, там, неважно у него там свое бюро, не свое Или это просто ты захотела, это лично твое желание было? Нет, ну, мое глубокое убеждение, что без английского, в принципе, в любой деятельности невозможно составить свое мнение Но так сложилось исторически, что, там, когда-то это было арабский, когда-то это была латынь, но сейчас это английский Все пишется на английском, и наука, и искусство, все происходит на английском Поэтому, если ты хочешь развиваться, если ты хочешь быть плетен в конгу мировую, то ты должен говорить на английском, понимать английский, поэтому На мой взгляд, это даже не профессионально, это в первую очередь человеческие качества, ну, как ты будешь новости читать, только те, что тебя перевели Хорошо, ну, ты чувствуешь эту разницу? Конечно И ты чувствуешь эту разницу, попав за границу, или ты ее даже и в России тоже чувствуешь? Ну, я тебе по секрету скажу, что я вообще не говорю серьезно с людьми, которые не читают по-английски Хорошо, я поняла степень вот этого отношения Ну, а действительно, а что, вот как это, в чем это отражается? Объясни Доступ к источникам, доступ к информации, то есть есть масса книг, которые до сих пор не переведены на русский Есть Reddit, на котором дает, например, я не знаю, возьмем коронавирус, вот на Reddit, там, Билл Гейтс дает интервью Тебе никто не будет его не переводить, там, 6 часов этого текста онлайн, ты не сможешь задать этот вопрос Ну, если ты не можешь задать этот вопрос, не можешь это прочитать, то потом в результате ты потребляешь только ту информацию, которая уже многочислено переварена, как-то трансформирована У тебя нет просто доступа к жизни, чем мир живет, на мой взгляд Поэтому, соответственно, все твои дальнейшие суждения основаны, ну, вспоминаете, Гроза Островского, а дальше там люди с персими головами Понятно, то есть есть определенный фильтр, и ты уже через этот фильтр смотришь на информацию Хорошо, но я хочу тебя спросить про вот одну вещь, ну, мы с тобой очень много говорили про разницу между активным английским и пассивным английским И в такой профессии, как юристы, да, понятно, что даже отучившись на юридическом факультете, ни разу не работая по профессии, я сейчас говорю про себя Я уже испытала на себе объем вот этой информации, которую нужно употреблять, но все равно это пассивное употребление информации, да, то есть я читаю, я смотрю Я сама при этом, ну, не участвую Что должно произойти, чтобы у тебя вот именно потребность была общаться на английском, а не просто вот изучать эту литературу, ну, как в твоем случае? Нет, ну, в моем случае я активно езжу на конференции международные, и, конечно, можно слушать внимательно, сидеть там доклады, которые говорят на более-менее правильном английском, которые более легко понимать Ну, если говорить там об общении каком-то с коллегами из самых разных стран с самыми разными акцентами, даже бывает шотландцы подаются на этих конференциях, поэтому... Иногда тебе крупно не везет Да, я однажды зацепилась, мне было очень интересно, в Лондоне была какая-то политическая акция, раздавали листовки, выйдут трибуны, и я подошла к человеку, мне очень интересно было, что там происходит, о чем речь идет Я не поняла ни слова, ни слова, он мне 15 минут рассказывал, но этот язык, но он не знаком Хочется понимать, ну, хочется понимать людей То есть общение? Общение Я могу еще сказать, что, например, вот если, там, тот же Reddit или английский Facebook, если читаешь какие-то соцсети, то такого, это все равно язык общения То есть это не пассивный язык, потому что ты не можешь, ты читаешь рецентарии, и ты ничего не понимаешь У меня мой ребенок, который учился в Америке, он мне переводит, что, ну, из английского на английский, что вот эти три слова, составленные именно так, означают Ну, как наши, да, я не знаю Ну, понятно, у них есть своя речь, я это называю такой lazy English, ленивый английский, ну, обычный английский обычных людей И без цензуры, без всякого, а как это будет звучать, насколько это грамматически правильно составлено, такой, какой есть И ты права, что в соцсетях и вообще в мире он такой на ходу Хорошо, а вот последний раз где ты была вот именно на такой поездке, расскажи Ну, к сожалению, последний раз я была довольно давно, у меня были запланированы поездки в первой половине этого года А, нет, ну, я успела, я же вылетела из Праги, у меня выслали фактически из Праги под гарантин Собственно, мы были на конференции банкротных юристов, там были американские судьи, американские адвокаты И, соответственно, обсуждалось, как те или иные вопросы решаются в Америке, в Чехии, в России, в Украине И, опять же, рабочий язык этой встречи все равно был английский Хотя, как там, вот конкретно там, там был синхронный перевод в связи с тем, что это как раз обучающие мероприятия для стран восточного блока Но все равно это совершенно другое То есть, когда я слышу синхронный перевод, я слышу, как человек говорит по-английски Там, судья американский, которому сейчас уже, там, 78 лет, соответственно, у него 50 лет опыта юридической Что он говорит и как он антронирует, это тоже несет огромный кусок информации Если я слушаю это через ухо, там, с запозданием, ну, иногда даже исковеркано, на мой взгляд, это не совсем то Ну, и, опять же, никакой возможности нет, никто не будет со мной стоять за руку и помогать поговорить Если я хочу просто на ужине поговорить с судьей, то американским, то как я То есть, это вопрос скорости? Вопрос уверенности? Да, это просто вопрос существования Вопрос существования Ну, я поняла, то есть, я, знаешь, почему это говорю? Потому что мне очень интересно вот это состояние человека, да, когда он не думает о том, учить английский или не учить А когда это уже, как бы, решенный вопрос И ты уже думаешь больше о том, так, куда я поеду, что я прочитаю Это такой, мне кажется, для многих людей это такой непостижимый пока уровень Прямо что, объективно, процент тех, кто включил английский в свою жизнь, их меньше, ну, среди русскоговорящего населения, да Чем те, кто просто о нем мечтает Потому что я очень часто слышу эту фразу Я мечтаю заговорить на английском У меня есть рецепт свой собственный Я всю жизнь учу английский Довольно долго я находилась в той самой категории, о которой ты говоришь Но я и там с тобой мы потом это проходили Я открыла для себя такой принцип, что нужно выделить какое-то время, сколько, сколько есть времени Ну, допустим, у всех в России есть новогодние праздники Значит, на новогодних праздниках нужно выделить, что каждый день ты можешь заниматься английским, допустим, три часа Часть преподавателя в два часа готовится За эти две недели новогодних праздников Ну, вот как раз я сделала Да, за эти две недели происходит кардинальный рывок Если можно выделить, допустим, два месяца, то нужно выделить два месяца То, что ты достигаешь за эти два месяца, потом навсегда остается с тобой На мой взгляд, учить язык два раза в неделю – это абсолютно бесперспективное занятие Но есть же еще важный элемент применения То есть, понимаешь, о чем я говорю, что очень часто у изучения языка потолок – это я выучил новое правило или я выучил новое слово Ты представляешь, какая пропасть между тем, что ты сказала, английский Facebook и 6 часов интервью Билла Гейтса И новое слово дня и правило Present Simple Ну, представляешь себе пропасть между этим Вот что тебе помогло это преодолеть? Вот это состояние «я просто мечтаю это знать» и действительно уже… Ну, вот такие вот это ощущения, да, когда ты вкладываешь, 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 вкладываешь У тебя нет времени думать, если ты занимаешься 3 часа в деле английским В принципе, ты в этот момент не думаешь о том, где ты сейчас находишься Ты просто делаешь то, что надо делать сейчас Но потом зато ты прямо чувствуешь, как меняется И это дает силы для следующих рывков И потом раз, два, три каких-нибудь жалких два года Абсолютно В разрезе жизни, я с тобой согласна, жалкие два года Мне кажется, их можно потратить, чтобы не чувствовать себя потом вот таким обделенным И мне кажется, что, знаешь, многие даже не подозревают, сколько информации проходит мимо них Из-за того, что, ну, вот, как ты говоришь, есть фильтр, и через фильтр ты смотришь на мир Абсолютно с тобой согласна Я только смотрела потрясающий совершенно новый фильм 20-го года «Ганитон» Это музыкальная комедия, поют они все время То есть мне страшно себе представить, у него рейтинг какой-то невероятный, там, что-то не 9 То есть, ну, для музыкального фильма Хотя не старая вам расстановка Невообразимый, но его невозможно смотреть Ну, как его можно, как? Да, это нереально Поэтому, вот, ради таких вещей, конечно, это того стоит, да Хорошо, скажи, пожалуйста, какие у тебя планы? У меня план, есть амбициозный план научиться на английском писать так же, как на русском Я считаю, что я неплохо составляю на русском слова И мне на английском очень сильно не хватает этой свободы Я могу говорить, но это просто информация Я не могу передать вот виловых линий, лепестки Я тебя поняла У меня по этому поводу есть решение, я тебе расскажу об этом Потому что я не люблю просто рассказывать, то еще чего нет Вот, когда оно будет, я тебе расскажу Замечательно, я с вами решение обожду Ну, хорошо, давай вернемся к тренировке навыка Расскажи, как ты тренировала навык свой, да? Вот ты говоришь, ты потратила две недели плотненько, да, на английский Что ты делала? Ну, я считаю, конечно, что вот твоя методика, это тут не лезть Конечно, есть и другие хорошие преподаватели Но вот эта методика, она прекрасна в своей безотказности Мне очень нравится история, когда ты заранее предсказуемо знаешь, какой результат ты получишь Поэтому вот когда есть план занятий И у тебя по итогу этого плана У тебя зло подскакивают все времена в любой комбинации, который ты То есть это как на ноте, я бы могла исправнить это с ездой на автомобиле Ты поедешь только тогда, когда ты перестанешь думать, где у тебя сцепление Что тебе надо выжить, какую передачу тебе сейчас надо воткнуть Да Чтобы довести этот навык до автоматизма, нужно, как ты говорила Пока ты вздришься, потом ты надоедаешь, потом ты начинаешь смеяться Вот когда ты начинаешь смеяться, уже считаешь, что этот навык у тебя доведел до автоматизма И ты дальше уже можешь думать, как ты будешь там Колесо тебя вышивать Хорошо, то есть ты потратила это время на то, чтобы наработать этот автомат, да? Да Ну вот как ты видишь, сейчас я знаю, что ты работаешь над навыком публичных выступлений Ну да, в организме Да, мы с тобой сейчас над этим работаем И у меня вопрос, вот к чему эта работа сводится, да? То есть вообще вопрос, почему ты решила этим заняться, да? И второй вопрос, ну к чему эта работа сейчас сводится? Ну дело в том, что навык публичных выступлений мне и на русском нужен И тут я решила, может быть, зайти немножко с другой стороны Чтобы опять же, ну как бы разбить эту связку языка и просто выступленческих навыков Потому что, ну на русском я слишком полагаюсь на то, что я там, ну что-нибудь куда-нибудь я досверну Тут я с удивлением обнаружила, как тяжело подготовить речь Причем просто вот собрать ее к пускам, чтобы она была Зачем я этим занимаюсь? Ну, в общем, нет Я часто выступаю, я часто выступаю Я по-английски тоже И, конечно, я хочу выступать так, чтобы зал замирал в восторге И лиловый лилий все-таки Ну, нет, лиловый лилий Нет, 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 это личные переписки Я поняла Круто, спасибо тебе большое за твои цели Это прекрасно, потому что мне кажется, что Ну, без наличия этих целей и без наличия самой жизни Да, мы, конечно, говорим про английский Английский-английский, английский-английский Но это же не имеет смысла, если нет самого человека и его жизни, где ему это надо применять То есть, мне кажется, что вторая, кстати, проблема, помимо вот этого огромного, да, интервала Это слишком большая значимость к этой вещи, что если, боже, если я буду его знать Есть жизнь, и мне кажется, что лучше позаботиться о том, чтобы было где его применять Да, ну, та же самая компетентность, как юриста На мой взгляд, это намного важнее навык, над которым надо работать И когда у тебя уже будет необходим уровень необходимости Ты уже сможешь заняться и выделить, как ты сказала, эти два года Если надо, три, сколько угодно, но у тебя будет реальная потребность Знаешь, я думаю, что вот еще, что я бы хотела добавить к тому, что ты сейчас сказала Что очень много фрустрации, вот эта вот невозможность двигаться дальше Возникает из-за, ну, умножения неудачных попыток Ты пошел на курсы, что ты там делал, какой ты результат получил Ты еще, ну, опять еще какие-то другие Потом ты, может быть, позанимался с репетитором Потом ты скачал себе какую-нибудь онлайн обучалку Потом ты целых три месяца учил Новое слово дня И все такое И ты постоянно фрустрируешься, потому что ты постоянно получаешь негативный результат Поэтому, на мой взгляд, очень важно ставить все маленькие конкретные цели Я хочу научиться написать письмо на английском Пусть в гостиницу Но я буду знать, с чего его начать Я буду точно знать, что я хочу сказать и как это сказать С чего его закончить И вот это то, что нам очень помогает сейчас на этом курсе Потому что если у тебя есть эти кирпичи Они тебе как бы дадут опору Да, дальше уже эти, ну, велоуверили Да, мы говорим о шаблонах У нас, например, сейчас конкретный момент Мы работаем над публичными выступлениями И мы даем прям шаблоны, которые человек может прям вставить себе в речь И все, что ему остается, это как раз-таки подставить свою мысль И все, а остальное уже сформировано Это очень помогает, я согласна, абсолютно И, кстати, вот если говорить еще раз о публичных выступлениях Я этого, честно говоря, недооцениваю Но когда я стала слушать эти выступления, которые такие красивые Такие, кажется, спонтанные Такие там, нету негативных формальных слов Там, дорогие На 90% они состоят из этих конструкций Которые просто, и не потому, что это вода налита А потому что Потому что это та конструкция, на которую, собственно, как ты говоришь, держится мысль Ну, можно, конечно, выйти и сказать «еврика» Или там, как лавров «дебилы» для Ну и на этом все выступления, как бы Но не всегда Тут момент должен попасть Но обычно, как я представляю, если это твоя, ну, постоянно регулярная деятельность Если ты выступаешь, все-таки люди от тебя ожидают какой-то содержательности И какой-то формы, да, которую ты соблюдаешь и несешь Поэтому, мне кажется, все-таки тренировки – это, ну, залог всего Да Все, что было, какие бы мы цели не ставили Классно Спасибо 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 тебе